Всем привет! Еще одно из отличий Nokia 5800 от Nokia 5530 это наличие ТВ-выхода. Сейчас я покажу, что это из себя представляет. В комплект с Nokia 5800 входит кабель, три тюльпанчика, с карт это я уже отдельно сделал, а на другой конце стандартный 3,5 миниджек. Итак, давайте я подключусь к телевизору и покажу вам, как это все выглядит на нем. Итак, кабель подключен, и вот я вставляю в разъем, мне сообщают, что включена гарнитура и, как вы видите, на заднем плане появляется картинка. Если я поворачиваю телефон, то сработает акселерометр и на весь экран выводится изображение. Вот мы выбираем галерею, соответственно, фотографии открываем и можем просматривать фотографии. То есть, вот примерно, как все это выглядит с фотографиями. Также можно... Сейчас я покажу, как выглядит видео. Вот видео. Ну, давайте возьмем travel. Ну и вот, собственно, можно так смотреть фильм, например, на телевизоре, используя телефон как мультимедиа плеер. Также можно играть или совершать другие действия. Это что касается Nokia 5800. Теперь то же самое попробуем проделать на Nokia 5530. Итак, достаем эту Nokia, включаем, подключаем разъем. Так, он здесь снизу находится. И, как вы видите, предлагают выбрать только наушники, линейный выход или музыкальную подставку. Если мы выбираем линейный выход, к примеру, то все равно не получается никакой картинки. Загружаем для примера плеер. Как видите, звук на телевизор не передается тоже. Ну, в общем, это отличие, видимо, создано маркетологами в угоду наибольшего разграничения двух моделей по разным полюсам, как более функционального решения Nokia 5800 и как более бюджетного решения Nokia 5530. Я думаю, с этого выхода мы разобрались. Всем пока.